Для такой сети, как правило, на вход в сеть поставляются картинки размером 224 на 224. Однако интерес здесь заключается вот в чем. Если бы мы взяли и скормили в сеть картинки размером не 224 на 224, а, например, 1024 на 1024, тогда на выходе вот здесь у нас был бы размер картинки 32 на 32 на 512. И вот что интересно, что для того, чтобы ту же самую сеть можно было применять и для больших картинок, нам достаточно вот по этим двум измерениям 32 на 32 просто усреднить весь выходной тензор и после этого применить тот же полно связанный слой с последующим софтмаксом. Таким образом, мы построили с вами сеть внезапно, которая может принимать картинки любого размера. Я напомню, что когда вы применяете операцию Flatten, то после этой операции у вас есть жесткое ограничение на количество элементов в векторе, который вылезает из операции Flatten, из-за того, что там применяются полно связанные слои. Таким образом, накладывается и ограничение на вход в операцию Flatten. А это означает, что картинки, которые приходят в нейронную сеть, должны быть строго одинакового размера. А вот в этой нейронной сети мы можем использовать любые картинки. Мы можем сюда давать картинки и 512 на 512, и картинки 256 на 256. И даже можем сюда скамливать картинки размером 32 на 32. Единственное ограничение здесь заключается в том, что очень-очень желательно, чтобы картинки на вход были размера кратного 32. Потому что в этой сети происходит 5 раз уменьшение в 2 раза. То есть вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Поэтому, если у нас картинка не будет делиться на целом на 32, могут вылезти какие-то артефакты. Но, вообще говоря, даже если картинка на целом на 32 не делится, то в этом случае либо какая-то часть тензора отбросится, либо где-то будут учтены нули, которыми будет добавлена эта картинка. Так или иначе, эта сеть не сломается, но там могут вылезти некоторые артефакты. Поэтому желательно, чтобы картинки делились на целом на 32. Теперь мы можем работать с картинками от маленьких размеров до очень больших размеров.